Та-ри-та-дам! Заходи! Спасибо! Нет, ну давайте, за только две закрывай, пожалуйста. Ой, как у вас мило! Да, давайте, дорогие мои и любимые подписчики, я вам покажу свою комнату. Просили показать, как я живу, давайте я вам покажу. Итак, вся в основном это моя кровать, любименькая. Вот! Единственное, что здесь нет пока что покрывала, одеяла. Ну, я еще не успела купить. Короче, как-то так. Так что, удовольствуемся тем, что имеем. Здесь у нас балкон, новогодние игрушечки. Ёлочку я скоро собираюсь установить. Нет пока столика для моего компьютера, поэтому он стоит, где стоит. Это комод, икеевский телевизор. Комод, кровать, и вот эта вот тумбочка сзади, ну мы ее потом покажем, она была в этой квартире, все остальное мы докупали. Это мое рабочее место, я решила ничего не убирать, показать вам, как я записываю ролики с макияжами. Обычно здесь гораздо все хуже выглядит, потому что, как правило, у меня все падает. Да, это моя косметика. Напишите, интересно бы вам было видеть, что, например, у меня находится, чем, точнее, перезапишем. Напишите обязательно в комментариях, хотели бы вы видеть мою косметику, чем я пользуюсь изо дня в день. Вот, кстати, у меня появился новый парфюм, и он стоит копейки. И что-то в районе трех тысяч я купила в яблоке у нас в Ростове. Вот недавно купила в Икее, ну не я купила, ладно, если важно, вешалку для роликов. Буду вам снимать, все показывать. Вешалку или штангу? Ой, штангу, да. Ну я вешалку называю, какая разница. Вот, коврик икеевский, столик икеевский, тумбочка, ваза икеевская. Боже, здесь все икеевское. Ну здесь, в принципе, все то, что мне нужно, это вот мои рабочие моменты, провода, все, чем я пользуюсь, когда начинаю монтировать. Это косметика, которую я выиграла в конкурсе от Живанши, мне ее подарили. Ну, мило, приятно. Здесь у меня находятся мои всякие бьюти принадлежности, сережки, вот, там у меня книжки, часики, там моя камера. Вообще-то у меня такой православный такой уголок. Кстати, очень классный журнал, могу порекомендовать, называется Хлеб. Он во всех церковных лавках есть, это потрясающий журнал, здесь очень много всего полезного. Он каждый месяц выходит, это, кстати, новое, купить новое здание. Ну, это книги, ремарка, книга о теле, которую я все это так не могу прочитать. Здесь тоже книжки, которые я читаю. Немного пока что литературы, потому что я в этой квартире даже месяца не живу, поэтому здесь, конечно, литература будет прибавляться. Моя сумочка классная, которую я все никак не могу надеть, она мне что-то не очень подходит под лук. Ну, коврик, ну, коврик такой миленький, хотя, если честно, я собираюсь на днях купить в Заре что-нибудь вообще другое. Мне там один коврик, по-разному, такой дорогой. Посмотрю, подумаю, телевизор. И самое, кстати, что я хотела показать, это вот такой вот парогенератор. Меня многие спрашивали, когда я только-только переехала, в сторис своих выкладывала этот парогенератор от Philips. Это вообще, на самом деле, потрясающая вещь. Здесь имеется три сменных капсулы, вот эти вот. И сюда можно залить ваш парфюм. Я сюда заливала Good Girl Gone Bad от Killian. И все мои потом вещи пахли обалденно. Настолько классная вещь. Вообще, я считаю, что парогенератор должен быть в каждом доме, потому что это невероятно удобная вещь. Просто невероятно. Вот сюда мы вешаем вешалку. Давайте, предположим, если бы как бы три. Она скручивает. Очень удобно. Потом закручивается, и она никуда не уходит. Имеется вот такая перчатка. Я, рукавица, я особо ей не пользуюсь, но в целом считаю, что такая вещь нужная. Здесь у нас водичка. Открываем, наливаем. Дистиллированная, да? Да, обязательно должна быть дистиллированная вода. Это обязательно. У меня стоит фильтр, поэтому я особо не переживала. Очень удобная. Могу включить, показать. Здесь есть пять режимов подачи пара. Автоотключение. Очень удобный вот этот вот силиконовый шланг. Отпариватель деликатно ухаживает за одеждой из тонких тканей и вещами с необычными элементами. Он также идеально справляется с теми участками, которые невозможно погладить утюгом. Если у вас есть гардеробе, строящееся платье, легкие льняные брюки, своенравные шелковые блузы, ну вот такие вот предметы гардероба, то имейте в виду, что всего за несколько минут эти вещи будут выглядеть при помощи вертикального отпаривателя идеально. Я также забыла сказать по поводу мощности. Мощность составляет 2000 ватт. Очень внушительные цифры, согласитесь. Ну и, как я уже сказала выше, мне очень понравилось то, что он оборудован ароматической капсулой, в которую можно добавить любимый парфюм, чтобы ваша одежда носила аромат под ваше настроение. Я хотела бы отметить то, что у моих родителей дома тоже в Ростове есть парогенератор. И папа мне говорил, что он постоянно, дословно, плюется водой. Вот, с этим парогенератором я такого не наблюдала, я проглаживала постельное, например, свое, и он у меня был, получается, в таком положении, и я никакой воды такого вот не наблюдала. Соответственно, обалденная вещь. Вообще, Филипс, ребята, молодцы. Я оставлю ссылочку на него, потому что считаю, что это нужная вещь, и она должна быть в доме каждой хозяйки, как я уже говорила. Получше, да, Става? Да, намного. Давайте покажу вам свой шкаф. Ну, на самом деле, здесь ничего интересного. Здесь то, что... Мне даже не знаю, там надо показывать. Надо, надо, надо. Давай, даже трусы покажи. Просто вот это не очень хорошо выглядит. Я, если честно, не умею нормально складывать вещи. У себя нормально сложно. Нормально сложно. Просто мне кажется, что это ненормально. То есть, ну ладно, здесь мои джинсы, здесь мои джинсы-брюки. Здесь вот эта кофта, я в поезде ехала, она чистая была. Поэтому я ее так просто кинула. У меня вверху всякие мои аксессуары, перчатки, сумочки. Здесь у меня свитера, платье, все такое, короче, теплое, классное. Здесь у меня тоже свитера, платье, 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 платье. Да, это у меня лето, я бы хотела куда-нибудь засудить, но не знаю, куда, короче. Да, но это я. Вот, а здесь у меня все просто шикарус, как мне кажется. На самом деле у меня в гардеробе доминирует черный цвет. Мой любимый пиджак у ферсачи. По-моему, я его даже не показывала. Платье джинс. Да, это я очень люблю свои вещи. У меня на самом деле не так уж и много вещей, как вы могли заметить. Но все вещи мои прям любимые-любимые. Внизу находится обувь. У меня пока что нет никакой полочки для обуви, поэтому как-то так. Ну, это вот вишлета в основном. Это версачи. Это я покупала в Дубае, в Кейт-Стейт, по-моему, да. Очень классные, прям вообще обалденные. Но это то, что уже вышло из моды. И в Сан-Лоран это уже считается не модно. Я в них походила, наверное, раза 3-4. И в принципе считаю, что это такая, ну, ненужная вещь вообще. Вот эти прикольные тоже в Дубае покупала. Вот. Это у нас, не знаю, что это. А, это Кассадеи. Классные, кстати. Я их обожаю. Это от Топ-Топ. Лера Нена. Какой-то тоже Лера Нена. А, во, моя любовь, это Валентина. Кстати, их я вообще ни разу не носила. Посмотри, тут даже новая худошва. Не стесанная, ничего. Я их ни разу не надевала. Я считаю, что это какое-то кощунство. Вот это вот верхняя одежда. И вот там верхняя одежда. Еще шуба. Я ее обязательно покажу в роликах с верхней одеждой. Поэтому ждите. Скоро выйдет на моем канале. Кому интересно, здесь у меня пиджачки. И у меня пока что мало вешалок. Поэтому, например, на этой вешалке висит раз, два, три. Три пиджака. Но я очень рада, что я сейчас живу одна. Мне очень комфортно. Всегда рядом с моей кровати находится иконка. Это Герантиса. Моя любимая икона. Это передается икона по матери. То есть мама дочке передает. И если у меня будет девочка, дай бог, я ее обязательно передам. Это очень хорошая женская иконка. Кому интересно, вы можете почитать. Ну, крест, соответственно, с Иисусом. Это обязательно. Ну, в целом, ничего такого сверхъестественного. Пойдемте, я вам покажу. Туалет покажи. Сейчас, дождь, здесь у меня прихожая. Ну, как бы ничего такого особенного. Радует, что вот можно верхнюю одежду повесить. И спасибо на это. В туалете, да, здесь у меня мусор, который надо выбросить. Я его пока что положила в туалет. Я не буду его показывать. Да ладно, господи, Катюша, покажи. Пусть все будет, как будет. Ну, здесь маленькая раковина, туалет. Естественно, свет не горит. Поэтому... Ходите с фонариком. Ходите с фонариком, да. Но это все благое делается. Итак, это у нас ванная комната. Будем считать, тумба. Тумба, да. Окей. Покупали в Икеа. Классная вещь. Очень удобная. Ну, соответственно, конечно, я ее не всю заполнила. Да, это у меня стенд Кадали. Вот этот крем постоянно падает. Поэтому я его даже не стараюсь поднимать. Вот. Это недавно купила у нас в Ростове от Леврана. Мне очень нравится. Недорогая косметика, но производители уверяют, что она там натуральная и все такое. Вот это, кстати, средство очень хорошее. Я обязательно сниму ролик. Здесь у меня там фены находятся. Ну, то есть, такие вот принадлежности. Утяжок, плойка. Внизу у меня полотенце. Я ничего не брала. Конечно, можно было, наверное, получше подготовиться. Но зато вы видите все как есть. Да, это значит шампунь Лореаль, 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 Лореаль. Так, здесь у нас то, чем я вообще редко пользуюсь. Но я считаю, что ну не выкидывать же когда-нибудь, может быть, попользуюсь. Особо, честно могу сказать, потому что я туда даже не лезу. Есть такие женские принадлежности, там прокладки. Вот это вообще вещи, которыми я не пользуюсь. То есть мне тоже их присылают, но я понимаю, что когда-нибудь, рано или поздно, мои руки до этого дойдут. Вот. Здесь я решила ничего не захламлять, потому что не вижу смысла. Расческа, которой я часто пользуюсь. Мыло, зубная паста, две щетки, стаканчик, свечка. Кухня очень маленькая. И когда я сюда в эту культуру пришла, здесь даже не было этого столика. То есть столик мы покупали в Икее. Два стульчика. Вот эти все подушечки тоже мы покупали в Икее. Ну, вот как видите, здесь у нас посуда. Вау, доводчиков тоже нет, как видно, да? Здесь тоже посуда. Здесь то, чем я часто пользуюсь. Приправы, мед. Вот сейчас мы с Катей чай пили с горным чебрацом. Кокосовый сахар, перец, соль. Ну, в общем, ничего такого интересного. Но зато это то, чем я очень часто пользуюсь. Здесь стиралка, здесь у нас мусорное ведро, ложки, вилки, поварешки. Все здесь. Вот. Вот это вот аэрогриль. Я ее ни разу пока что не пользовалась. Так, салфеточки надо передать. Наш с Катей amazing стол. Красивый букетик, откуда он? Ты знаешь, откуда он. Искуслива. Так, сейчас я выросла. Это мой холодильник. Тоже ничего не разложила, потому что недавно приехала из Ростова и вот просто покидала. Потому что я вчера вернулась. Соответственно, я не успела ничего разложить. Единственное, я могу сказать, у меня всегда, вот что вы найдете всегда в моем холодильнике, это первое. Творог или творог, как правильно? Творог, наверное. Короче. Я думаю, что, наверное, это так и так правильно. Ну, в общем, если вы знаете, напишите, как правильно. Хотя с сарфейпом у меня всегда было все хорошо, но вот бывают такие проблемы. Помидоры всегда, яйца, перепелиные яйца, это всегда авокадо. Да, авокадо, да, авокадо, у меня вот там лежит авокадо, здесь лежит авокадо, я просто авокает. Да, если так можно сказать, ну и фрукты, конечно. Ну вот, надеюсь, что вам это видео понравилось. Я для вас таран. Я Катюша тоже. Я люблю эту квартиру. Да, я понимаю, что она маленькая, но ничего страшного. Но в дальнейшем я очень надеюсь, что у меня будет своя квартира, которая будет гораздо лучше, чем та, которая мне пристает. А сколько же ты за нее платишь, если не секрет? 45 тысяч плюс коммуналка, но я еще за коммуналку не платила. Поэтому не знаю, но я думаю, тысяча две, может, три, но три, так мне кажется, потолок. Ну, ты снимаешь почти в центре, поэтому не страшно. Да, цены, конечно, ну, это дорогие цены. По сравнению с Ростовом, да. По сравнению с Ростовом, да, это большие цены у нас, ну, за 40 ты снимешь просто хоромы со всем, с посудомоечной машиной, с микроволновой печью. Ну, то есть там будет все, с нормальным кондиционером, а не вот с этим. Напишите, было бы вам интересно, вот, если я вам сняла бы про свой комод, про свою косметику, потому что это вот именно то, чем я пользуюсь каждый день, либо очень часто, чем пользуюсь. Чем ты смеешься? Ну, будешь монтировать, и знаешь. Почему? Даже не знаю. Почему? А, кстати, вот эту вот вазу мы показывали? Нет. Здесь должны быть цветы. Ну, там какая-то экибана засохшая. Это самая главная комната. Это моя кровать. И прям вот так ты отдыхаешь? Это я вижу. Не вздумай. Трябая тябая. Трябая тябая. Тябая тябая. Продолжение следует...